Волки Пальчика так можно все царство небесное проспать Здравствуйте Я туда не сильно хотел Не устремляюсь Ответил Иван Зря? Вставай-ка, поехали Съездим за дровишками Я выпросил у бригадира две подводы Конечно, не за здорово живешь, но Черт с ним, дров надо Иван полежал, подумал И стал одеваться Вот почему молодежь в город уходит Потому что там отдохнуть человеку дают Отработал норму, иди гуляй Здесь как проклятый Ни дня, ни ночи, ни воскресенья Так что, без дров сидеть, что ли? Спросила Нюра, жена Ивана Ему ж коня достали, он еще недовольный Я слыхал, в городе тоже работать надо Заметил тесте Надо Сейчас пошел лучше водопровод Рыть, траншей Выложился один раз, зато потом без горя И вода, и отопление С одной стороны, конечно, хорошо Водопровод А с другой Беда Вот Ты б тогда совсем заспался Ну, все, хватит, поехали Завтракать будешь, спросила Нюра Иван отказался, не хотелось С похмелья Полюбопытствовал на ум Как точно, ваш бубер, уйдет С похмелья А ты говоришь Водопровод Ну, ладно, поехали День был солнечный Ясный Снег ослепительно блестел В лесу тишина и нездешний покой На ум ехал впереди И всю дорогу возмущался Черт, и чего? Из лесу в лес, за дровами Иван древал в санях Мерная езда убаюкивала Выехали на просеку Спустились в открытую лаговину Стали подниматься в гору Там на горе снова с синей стеной Стоял лес Почти въехали в гору И тут увидели Недалеко от дороги Пять штук Вышли из леса, стоят Ждут Волки На ум остановил коня Негромко нараспев заматерился Твою душеньку мать Голубчики сизые выставились Конь Ивану молодой, трусливый Попятился, заступил оглоблю Иван задергал вожжами Разворачивая его Конь храпел, бил ногами Но не мог переступить оглоблену Волки Двинулись с горы На ум уже развернулся Ну, что ты? Иван выпрыгнул из саней На силу втолкал коня в оглобли Сам упал в саней И конь, развернувшись с места Взял в мах На ум был уже далеко Грабет! Заполошно орал на ум, нахлестывая коня Волки серыми комками податливо катились вниз на перерез к дороге Грабет! Грабет! Орал на ум! Что он с ума сходит? Невольно подумал Иван Кто кого грабит? Он испугался, но как-то странно И страхом, и жгучее любопытство И смех пролыкнут действия Вскоре, однако, любопытство прошло И смешно тоже уже не было Волки достигли дороги метра в ста Позади саней, не вытянувшись цепочкой Стали легко нагонять Иван вцепился в передок Смотрел на волков Очи черные Как любил я вас То прикончил я Все, что в срок Припас головой тряхнул Чтоб слетела блашь И вокруг взглянул И прессы в срок Аж ли стеной впереди Не пускай стена Кони прятут ушами Назад подают И где просвет Где прогал Не видать, не рожена Коль он тыгал на меня До костей достает Дальше Переде отмахивал На костей достает Иван охватил настоящий страх Он осмотрел Ничего не малого прутика Оба топора В санях тестя Только клок сена Под боком Топишь в руке Передней Очевидно вожак Стал примириваться к лошади И обходить ее сбоку Иван пристал И держась левой рукой За отводину Саней Огрел вожака Обичем Вожак не ожидал этого Лязгнул зубами Шарахнулся в сторону Сбился с маха Сзади налетели другие Вся стая Крутнулась вокруг вожака Тот присел на задние лапы Ударил клоками Одного другого И снова Вырвавшись вперед Легко нагнал сани Иван пристал Хотел еще раз достать вожака Но тот стал обходить сани дальше И еще один Отвалил в сторону от своры И стал обходить с другой стороны Иван болезненно сморщился Конец Конец, ребятушки Смерть Коренной ты мой Выручай же, брат Ты куда родной? Почему? Назад Свет, как я цветвей Недобро пропад Престижной моей Волк Нырнул под пах Вот же пьяный дурак Вот же налил глаза А погибель пришла А бежать Не суметь Из колоды моей Утащили доза До докола доза Без которого Смерть Конец Смерть Иван оглянулся Посмотрел на ум Тот нахлестывал коня Оглянулся Увидел, как обходит Взять о волке И быстро отвернулся Гребет Отец Придержи Кинь топор Мы отобьемся Гребет Отец Придержи Мы отобьемся Придержи Гребет Такой Балька Кидаем Чего-нибудь Передний очевидно Вожак Поравнялся С лошадью И выбирал момент Чтобы прыгнуть На нее Волки Бежавшие Сзади Были совсем рядом Малейшая задержка Они сходу Влетят В сани И конец И я Ору Волокам Подери И вас Прах Огоней Моих Подгоняет Страх Шевелек Путок Бью Крученые И ору Притом Очи Черные Отец Сука Придержи Дай топор Пока Гляди Кину Ты Придержи Гляди Кидаю Иван Бросил На бочину Убросил На бочину Дороги Топор Иван Примерился К рад Топой Даляск Далехой Переповяз Битву Венции Плясовы Играют С доки Ох Ах Конивая Поговорю же я вас Выносите, друзья Выносите Враги Иван примерился, прыгнул Схватил топор, прыгал, погнул Трех задних волков и отскочили В сторону, намереваясь Броситься на человека Но в то самое мгновение Ваш шаг почувствовал Под собой твердый наст Прыгнул на коня Конь шарахнулся В сторону, в сугроб Сани перевернулись Оглобли свернули Хомут тот захлестнул Коню горло, конь захрипел Забился в оглоблях Волк, настегавший жертву С другой стороны прыгнул под коня И ударом когтистой лапы Разборол ему брюхом Повдоль Три оставшихся волка тоже бросились К жертве Последующее мгновение Все пять рвали мясо Еще трогавшие лошади Растаскивали На ослепительно белом снегу Дымящиеся клубки Сизо-красных кишок Урчали Иван смотрел на волков А вожак дважды Глянул своими круглыми Желтыми глазами Дышались Отхрипелись Отхрипелись Да откашлялись Отхрипелись Я взглянул на него Вожак Далее Не двинулся с места, Иван тоже остановился. Ваше дело, сказал он. Живите, сволочи. И пошел по дороге в деревню. На растерзанного пол коня старался не смотреть, Но не выдержал, глянул и... Сердце жалость от жалости, И великая злость всего на тесте. Ну, погоди, погоди, у меня змеи ползучие. Ведь отбились бы, и конь был бы целый. На ум ждал зятя за поворотом. Увидев его живого и невредимого, искренне обрадовался. Живой! Слава тебе, господи! На душе у него все-таки было нелегко. Живой! Откликнулся Иван. А ты тоже живой? На ум почуял голос зятя недобрый. На всякий случай зашагнул в саде. Ну, что они там? Они? Поклон тебе передают, шкура. Ты че это? Лаешься-то? Сейчас я тебя бить буду. Они лаются. На ум стегнул лошадь. Стой! Крикнул Иван и побежал за санями. На ум опять нахлёстывал коня. Началась другая гонка. Человек догонял человека. Стой, паразит! Заположь ты! Ты чего съелся-то? Кричал на ум, нахлёстывая коня. Я-то тут при чем? И при чем? Мы бы легко отбились, а ты предал. Да где отбились-то? Где отбились-то ты что? Предал змей, а тебя проучивалось. Остановись лучше. Одного отметелю не так позорно будет. Об она или отглуплю при всех. Расскажу все. Остановись! Сейчас! Держи карман! На ум нахлёстывал коня. Голоед, чертов! Откуда ты взялся на нашу голову? Послушай, доброго совета, кричал Иван. Остановись! Но тебе же лучше. Одного отметелю никому не скажу. А так при всех. Тебя, Акванова, по честь вродню приняли. А ты на меня ж с топором. Стыд-то есть или нету. Вот морду набью, потом про стыд поговорим. Остановись! Иван бежал медленно, уже далеко отстал. Наконец, вовсе бросил догонять. Пошёл шагом. Найду! Крикнул он напоследок к тестю. Наконец, никуда не денешься. Сейчас будем уроки учить. Толкнулся в дверь. А она не заперта. Он ожидал, что будет заперта. Вошёл в избу. В избе его уже ждали. В избе сидел на ум. Жена Ивана. И милиционер. И милиционер улыбался. Ну что, Иван? Так. Сбегал уже, сказал Иван, глядя на тесте. Сбегал. Сбегал. А ты налил шары-то. Успел? Принял малость. Для красноречия. Иван сел на табуретку. Я тоже ожидал, что там будет. Стихия. Да мы бы легко отбились. Я потом один там был. Я тебе бросил топор? Ты попросил, я бросил. Чего счёт меня требовалось? Самую малость. Чтоб ты человеком был. А ты шкура. Нет, учить я тебя всё равно буду. Учитель выискался. Сопля. Гол, как сокол. Пришёл в дом на всё наготовенькое. Да ещё и грозится. Да ещё недоволен всем. Водопроводов, видите ли, нету. Да не в этом дело. Наум. Сказал милиционер. При чём тут водопровод? Нет. В деревне плохо. В городе лучше не унимался. Наум. А чего сюда припёрся? Недовольство своё показывать? Народ возмущать против советской власти? Вот, сука, изумился Иван и встал. Милиционер тоже встал. Таких возбудителей ты знаешь, куда девают? Не унимался наум. Знаю, сказал Иван. В прорубь головой. И шагнул к тестю. Милиционер взял под руки Ивана и выбил его из избы. На улице остановились. Закурили. Не, ну не поразит ли, а? И на меня ж попёр. Всё, изумлялся Иван. Да, брось ты его. Нет. Вот не делать я его должен. Ну и заработаешь. Из-за дерьма. Да нет, ну что же это? Что же это за человек? Куда ты меня сейчас? Пойдём. Посидишь у нас, остынешь. А то себе хуже сделаешь. Не связывайся. Да что же это такое? За человек всё удивлялся, Иван. Нельзя, Иван. Нельзя. Кулаками ничего не докажешь. Пойдём. Коня жалко. Да. Замолчали. Шли по направлению к сельской культурске. Милиционер вдруг спросил. Там ты не мог? Не догнал. С досадой сказал Иван. Не мог догнать. Ну вот, теперь всё. Теперь нельзя. Пошли. Шли дальше. Слушай, Иван остановился. Отпусти ты меня. Ну что я там в воскресенье буду делать? Не трогай. И вот. Да нет. Пойдём, посидишь. Тебя же Левичей говорю. Пойдём сейчас в шахматишки сыграем. В шахматишки играешь? Иван сплёнул на снег окурок, полез в карман за другой папироской. В шахматишки, говоришь? Пойдём. 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 Иван спит. Спасибо.